Привет всем, я София Голдек. На этот раз продолжаем серию обзоров украшений из бисера. На этот раз я хочу рассказать о коллекции, в начальной степени коллекции пока еще, коллекции поясов, вышитых бисером. Вот, один уже, у меня такая шкатулка, в которой они хранятся пока, а потом, может быть, они более крупные, а может быть, подарят. Вот такие пояски. Вот этот мне прислали из Франции, мои дорогие друзья. Прислали это из Франции, полностью вышито бисером. Причем, в Франции мне говорили, что там очень много арабов сейчас живет. И поэтому такой традиционный арабский цвет, очень такой даже в арабском стиле орнамент сделан. Очень-очень красиво. Мне вообще нравятся арабские мотивы. Вот, такой еще три колора, правда, здесь такой золотистый, коричневый и черный. И вот то, что как раз то, что мне нравится, когда бисер полностью блестящий. Чтобы бисер это такой потерял, который сложно быть блестящим. Вот. Сзади тут просто простой черный. Ну, конечно, у меня такой размер экстра смоу талии. Действительно, 22 инча. Ну, вот если я 1 инч, это 24 миллиметра, а моя талия 22 инча. И поэтому, конечно же, мне приходится для всех делать закрепки. Я для всех перешиваю. Здесь вот оно на велкро. Оно мне приходится вот так вот делать. Потом приходится я крючок здесь буду пришивать и так, чтобы по талии нормально было. Но почему-то рассчитывают, что у девушек, у которых талия размер смол, смол это обычно 26 инч. Медиум 29-28. Вот. И считается уже, когда ларш, это 32-34 инча по талии. А считается, что для смолу 26 инча. Ну, у меня 22, поэтому приходится изрядно, конечно, ушивать всегда или делать велкро-пересадку. Вот такой. Не сюда, лучше сюда. Вот. Это вообще мне очень нравится такой золотой цвет. Здесь такой еще красивый золотой атласик под клад. Вот. А это еще вот так вот бисером шито. Мне очень, вот этот стиль очень нравится. Красивый такой. Это арабский полностью. Что здесь блесточка. Блесточка. И в этом эта блестка идет, она граненая. Не просто плоская, а граненая блестка. И на граненую блестку пять бисерин, и они снова приходят в центр граненой блесточки. И они вот так вот рядочками идут. А в основном смотрится, что это в хаотичном таком порядке. А здесь вот они идут полоса, полоса, полоса. Как вот они это шьют. Ну, я сама просто вышиваю бисером. Я эти технологии знаю. Ну, вот это делается на машинке, насколько я поняла. Если бы это делалось вручную, я не представляю. Это очень такая дорогая вещь должна была бы быть. Но я никогда цену не спрашиваю. Мне это подарили. Вот. Это современного производства уже. Дальше вот я хотела показать, вот уж и мне еще послали. Это мне давний подарок. Это антикварный, еще такой винтажный, как сказать, старинный поясок. Здесь старинный узор, такой весь мутикалор. Очень красиво сделано в таком стиле. Причем, мне кажется, что это арабский узор. Ну, я не знаю, это присылались Европы. Это давний подарок. Вот. Потому что мне в основном показывают, то что-то дарят, а что-то скажут. Говорят, вот ты хотела бы этого? Хотела бы. Некоторые вещи, я даже по фотографии знаю, это вещь, она имеет положительный заряд или нет. Потому что есть такие вещи, которые невозможно носить, насколько бы красивые они не были. Вот мне иногда даже вот у меня магазин этот на онлайн-аукционе ebay, вот мне, допустим, что-то дарят. Я понимаю, человек подарил от всей души. Но я вижу, что эта вещь несет неплагоприятную энергетику. И если хочу, если мне какая-то вещь нравится, я могу эту энергетику снять. Вот у меня было одно видео, где я рассказывала о специфике одежды ведьмы. Причем, как энергетика может сниматься, потому что можно снять негативную энергетику с одежды, а можно и нет. Но иногда хочешь с этим, возишься и иногда думаешь, ну, лучше я продам это кому-то, кому оно не повредит. Есть, что кому-то негатив безопасен, а кому-то очень несет опасность. И поэтому, вот я, например, лично никогда вот секонд-хенд одежду не ношу. То есть, если это уже кто-то носил, я не из близгливости, потому что эти люди могут быть очень хорошие, очень положительные, но я вот после кого-то в жизнь уже ничего не одену. Даже если это были мои самые хорошие, дорогие, родственники, я никогда не одену после кого-то, потому что я хочу, чтобы даже одежда была накачана моей энергетикой. То есть, мне, мое, для меня, то, что подходит, а то, что это уже кто-то носил, это его, это его впечатление, потому что, я говорю, на одежде есть еще такое свойство, у него есть, записывать в память впечатление, с какими событиями связана эта одежда. То есть, кто-то, что-то одел, куда-то пошел. Если пошел на паре, то хорошо, энергетика может остаться светлая и легкая. То, может быть, я тоже пойду на такой же счастливый парень. Может быть. А в другом случае, а если кто-то что-то одел и с кем-то из-за чего-то поругался, тогда этот негатив тоже налипает на одежду. И так же еще бывает человек, который сидит швея, а еще вот есть большая разница, есть еще профессиональная партниха, а есть швея. И поэтому разница между швеей и партнихой, и фэшн-дизайнером, и работником и ателье, здесь очень большая разница. Но это разница по специализации. И поэтому еще для меня имеет значение почувствовать энергетику того человека, который шил вещь или делал какое-то изделие. Потому что если человек был на кого-то злой, и ко мне это, конечно, не имеет никакого отношения, ну какая-то партниха на кого-то очень злилась, можно свою соседку. И эта энергетика, если прилипнет на изделие, то я этого не хочу. Если изделие мне очень уж нравится, тогда, конечно, я могу, как я знаю черные магии, магистр черной магии, я знаю, как снимается негатив, это иногда будет совсем непросто. А так вот можно, конечно, эту негативную энергетику снять. А в другом случае, если она безвредна для кого-то, то я лучше эту вещь продам, и пускай она идет к тому, кому она безвредна. А мне оно не нужно. Что еще хотела рассказать об одежде. Вот этот мой любимый топичек, я сама это вышивала. Я это купила еще несколько лет назад, топичек хорошенький, носила-носила, но меня как-то просто наскучило, что он такой однотипный, такой дарк-неви-блу, такой колор. Вот. И поэтому я вот это сама пришивала, потому что когда-то еще в времена моих первых поездок в Нью-Йорк я купила еще вот эту тесьму, камушки в пластике. Вот. Ну это сейчас летают пожарные вертолеты, потому что рядом с моим домом там как раз горы у нас, а горы все это лес, поэтому они лес очень берегут, патрулируют. Вот. Поэтому сейчас как раз летают постоянно, проверяют, чтобы там ничего не горело. Я надеюсь, там ничего не сгорит. О, а это такое кружево. У меня есть объемное кружево. Я сама это вышивала блеску на бисер. Ну, это известная такая технология. Ну вот, в чем мне больше всего нравится, когда я это делаю? Мне нравится, что я сама делаю, чтобы здесь не было видно вот с изнанки. Здесь не видно только вот один хвостик и тут хвостик. И саму вот эту не видно, где я пришиваю, потому что я здесь иголку делаю, чтобы она центр, сюда иголка шла внутри вот этого плетишка. А вот здесь сидела. Вот это мой топик. Я хочу, чтобы она из изнанки была тоже эстетично, аккуратненькой. Хотя, конечно, кроме меня любимая кухточка, мне послала одна моя французская подружка, она сейчас переехала в Норвегию из Франции. Ну, я не знаю, у меня одна подружка, она долгое время жила в России, она сама из России, и она уехала оттуда с нормального, красивого города Сочи. Она уехала, жила в Норвегии, говорят, что она там замерзла, уехала в Канаду. А другая подружка, как раз они обменивались ее квартирой, потому что она свою квартиру продала в Норвегии, уехала в Канаду, а другая как раз из Франции переехала в ее квартиру, обе мои подруги. Когда-то они были мои одноклассницы. И вот одна из них прислала мне вот эту кофточку француженка. Эта кофточка была сделана из Франции, это еще шерсть, это вот есть коза ангора, как-то я не знаю, кто в козах так разбирается, но вот ангора. И вот это у нас ангорской шерсти и полностью вышитая бисером вручную. Кто-то это вышивал. Здесь она сделана блесками, а здесь во Франции много арабов живут. Это вот такой опять-таки арабский стиль вышивки. Ну вот это мне вообще нравится. Красота такая. Косичкой вот так вот вышивали. Такая и такая косичка. То есть это полностью ручная вышивка. Ой, как она мне нравится. И вот этой кофточке уже очень много лет, а камушки-то я сама придела. Камушки-то уже я приделала сама, я потом покажу, как крепятся стразы на одежду, чтобы она вот такой красивый эффект делала, что не только блесточки, но еще и страза. И вот как правильно закреплять, я в следующий раз обязательно покажу. Вот. А сейчас пока хотела сказать, что вот здесь вот такой шахмат поворотка и узор ромбиками по одной такой бит прошит, а по одной штучке. А здесь они еще сделали поворот как листик. И здесь помните такой мутикалор блестки, такой дарк рейнбов. Я его называю это так. Здесь по каталогам он всегда числится как дарк рейнбов. Вот этот вот цвет. То есть он я бы сказала больше всего похож на разлитый бензин. Он и не черный, и не зеленый, и не красный. У него все цвета как радуга, но он темный дарк рейнбов. Вот и здесь это все вышивалось вручную. Вот это моя любимая кофточка в подарок от моих хороших подружек. И вот еще такие это я сама уже делаю на продаже готического стиля такой браслет рукав называется. Он и браслет и рукав и вот здесь вот тоже уже бисерные тесима с крупной такой квадратной блесткой готической ромб или квадрат что это. вот такая вот блестка такой френч такой френч френч это этот как это по-русски бахрома. И вот это будет на продаже в моих магазинах онлайн аукцион ибэй. Вот здесь у меня магазин будет София Метал Квейн или же Амэйна Компани то есть у меня несколько этих магазинов и в одном из них будет анонсмент я вывешу или на Амэйна Раппич на фейсбук или на главной личной странице. Бусики это тоже мое изделие я сама это делаю еще несколько лет назад но вот этот дизайн мне нравится вот это из чешского хрусталя такие бусы говорят жлобство кто-то говорит безвкусица а я говорю что одежду надо носить а не кушать поэтому что выражение безвкусица просто тупо глупо и нелепо одежду носят а не кушают и поэтому мне нравится что если кому-то нравится тоненькая изящная это их выбор а кому-то нравится крупная и желобская это их выбор и поэтому у каждого должен быть индивидуальный подход индивидуальный вкус Идеальное видение, то есть вкус в еде, слух на музыку, даже вот нормальное видение на картину. Кому-то нравится неоновый цвет, кого-то раздражает. Но у каждого все чувства, ощущения должны быть индивидуальны. Индивидуальный подход ко всему. Даже вкус в еде, кому-то нравится, кому-то нет. А сказать, что одежда безвкусна, вот это абсолютная глупость, я бы считала. Никому нельзя навязывать свои мнения. То есть имейте свое мнение и держите его при себе. Если на кого-то, особенно когда в мою сторону присылают негативное мнение, никому негативное мнение не интересно. И поэтому даже вот я специально, я бы комментарии выключила, потому что мне не интересует, чтобы спам присылали, надо для этого чистить. А мне бы говорят, что я боюсь комментариев, там критики. Мне безразлична эта критика. У меня есть такой хороший звоник, чтобы дождь критики лился куда-то по сторонам. Поэтому я знаю, что критика – это просто глупая зависть. И все, что кто-то говорит негатив, кто-то, значит, просто мне завидует. И поэтому если они говорят, там, критикуют, вкусится безвкусится, я считаю, да, это просто критика, просто из зависти идет. Но мне не волнует чужая зависть. Меня абсолютно это не волнует. Я просто иду с позитивом. Я человек души позитивный. И мне нравится все позитив, позитив, позитив. Когда у меня очень много друзей, и я всем желаю добра, потому что сколько отдашь, столько и получишь. Я всем посылаю добрую энергетику. Я даже специально сегодня не стала пентаграмму на руке рисовать. Специально, что я показываю, я иду ко всем с добром. А если кто-то поворачивается задом, идет ко мне со злом, то зло развернется к тому, кто послал. Потому что есть принцип бумеранга, но я не считаю это название правильным. А есть такой принцип, что все зло всегда возвращается к тому, кто послал. То есть это больше я вызываю принцип рикошета. До новых встреч, дорогие друзья. Красиво, да? Коллекция еще будет продолжаться, и будут добавляться новые видео по мере продолжения коллекции и обновления экспонатов. До новых встреч!